Всем привет, дорогие подписчики из телеканала Сместного Зарбабай. Мы продолжаем проходить игру Resident Evil Zero. Ну что же, у нас с вами, получается, осталась сейчас только шахматная партия. Других пока вариантов у нас нет. Есть у меня одна идейка, как, наверное, побыстрее всё это дело разрулить. Давайте попробуем всё это дело. Опять же, как я уже говорил в прошлой серии, скорее всего, если сейчас мы проиграем, то все попытки я буду врезать проигрышные только уже до финальной, до победной. Потому что у нас уже никуда идти не получается. Всё, у нас только туда. Только решаем шахматную партию. Что-то, видать, получаем полезное. И продвигаемся дальше. Пока всё. На улице 100% делать нам нечего. Это 100%. Ладно, продолжаем. Был важный телефонный звонок. В общем, пробуем. Что получится, то получится. Если не получится, то я уже говорил, будем пробовать. Но пока у меня вариант только один. Двигать только одного короля. Больше ничего не двигаем. Так, значит, Ребекка остаётся здесь. Я проверю. Поняла. А я пошёл. Значит, тут, в принципе, это всё просто. Всё стоит как надо. Только король стоит там, где надо. А, так. Мне, получается, и надо было двигать только короля, что ли? Серьёзно? Ха-ха-ха-ха. Блин. Зло. 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 То есть, тогда, по идее, должен собрать все фигурки. Вон оно как. Ну и чё? Книга зла. Забирай. Погодите. Здесь есть что-то ещё. Дневник Маркуса 1. 4 декабря. Наконец-то мы его синтезировали. Новый вирус. Мы назовём его Прародитель. Я хочу взять его с собой, как можно скорее начать детальное исследование. 23 марта. Мой партнёр, Спенсер, подал идею основать компанию. Что ж, пока это не мешает изучению Прародителя, я не против. Пускай делает, что хочет. 19 августа. Спенсер открыл учебный центр и предложил мне его возглавить. Не знаю почему, но этот человек становится слишком назойливым со своим детищем. Но, думаю, я смогу использовать это в своих интересах. Для исследования столь загадочного вируса необходимо особое место. Место, где никто не будет мешать. Но. 30 ноября. Что за но? Люди Спенсера. Сегодня от них опять поступили жалобы. Они думают, что Прародитель это ещё один инструмент для получения выгоды. Вот ведь глупцы. С тех пор, как я занимаюсь своими исследованиями, и без того отвратительный голос этого человека звучит всё громче. Я добьюсь коммерческого успеха Прародителя, чего бы мне это ни стоило. Необходимо сделать исследования более предметными. 19 сентября. Наконец-то. Появилась перспектива создания нового штамма вируса на основе Прародителя. В результате множество экспериментов решающим фактором стало скрещивание вируса с ДНК пиявки. Это первый успех Ти-вируса. И первый усовершенствованный штамм Прародителя. 23 октября. Бесполезно. Я не могу надеяться на дальнейший успех экспериментирован на морских свинках. Если я не начну использовать людей в качестве подопытных, исследование зайдёт в тупик и уже никогда не выйдет на новый уровень. 15 ноября. Кажется, кто-то заметил мои эксперименты в этой части здания. Но мне плевать. Они помогут моим экспериментам, если будут мешать. 13 января. Дело сделано. Мои прекрасные пиявки. Этим никчёмным людишкам никогда не испытать подобного чувства удовлетворения. Теперь, конечно, заткну Спенсера и буду управлять всем. 31 января. Я заметил следы использования одного устройства, спрятанного в моей комнате. Похоже, кто-то искал здесь Ти-вирус. Глупые шавки. Наверняка всё это дело рук прихвостни Спенсера. 11 февраля. По нескольким приметам, на днях я обнаружил, что кто-то изучал вход в мою секретную лабораторию. Придётся принять необходимые меры, если они хотят этого. Но пока что поручу Уильяму и Альберту разобраться с ворами. Эти двое единственные, кому я могу доверять, кроме моих прекрасных пиявок. Но, Спенсер, это ещё не конец ведь, так? Я объявлю о создании Ти-вируса на ближайшем совете директоров и получу, наконец, то, что я заслужил по праву. Вы получили дневник Маркуса. Хорошо, больше ничего нет? Здесь больше ничего нет. Ладно, тогда открываем книжку. Значит, значит... Мы собрали полностью все фигурки и откроется новый ход, скорее всего, как я уже говорил, за картиной. Ну вот, в итоге, получается, надо было двигать только одного короля. Я что-то думал, надо было двигать разные фигуры. Ну, хорошо. Главное, что мы с вами разобрались в этом во всём. Осталось только ещё Ребекку подлечить. А так, в принципе, всё прекрасно. Ну, блин, у меня места не хватает. Я не смогу забрать фигурку. Может быть, я смогу что-то дать Ребекке сейчас? А потом заберу всё это обратно. Так, давай глянем. Ну да, у неё есть место. Это хорошо. Может быть, Ребекке ещё дать патроны? Или пусть Ребекка поставит? Давай, наверное, пусть Ребекка поставит. Так, не то. Так, убрать состоит куча чаши. Да. Хорошо. Использовать, смешать. Замечательно. И теперь поставим. Ну, значит, никаких больше собирать не надо. Ни голов, ни рук. Всё, они уравновешились. Всё нормально. А, я же сказал. Я же сказал, тайный проход будет за картиной. Я как чувствовал, как знал. Вопрос. Что нас ждёт снизу? По карте вроде бы... Подожди, может быть, это подвал? Карта подвала? Интересно, пока непонятно. Так, плохо дело. Знаешь почему? Потому что там ещё лазит паук. А у Ребекки всё. А, нет, у неё ещё один патрон есть. Хм. Но два-то он уже потратил. Хе-хе-хе. Блин, там ещё паук. Ну ладно, в принципе... Блин, надеюсь, всё. Тогда подожди. Может, тогда Ребекке дается этот... Гранатомёт. Блин, ну надо будет ей тогда этот... Экипировать самому приходится. Да, ты издеваешься? Вот он, он. Так, а у меня карта вообще есть? А, так это какой-то другой подвал. Плюс ещё тут дверь закрыта. А чё написано? Закрыто. Блин, а сколько у тебя патронов, парень, осталось? Десять. Ну да, пустим. Так, я вижу уже записку. Это уже хорошо. Осталось только её взять. Список заключённых исправительного учреждения. Мэтью Ка, мёртв, утилизирован. Мидж Д, мёртв, утилизирован. Кит В, подопытный. Сэвидж Ка, переведён в исследовательский комплекс. Лоис М, переведён в исследовательский комплекс. Дэвид А, подопытный. Кларк С, переведён в исследовательский комплекс. Елена Джи, переведён в исследовательский комплекс. Терренс О, мёртв, утилизирован. Кейт А, переведён в лабораторию. Арклай. Джерри О, мёртв, утилизирован. Скотт С, переведён в исследовательский комплекс. Мишель Фе переведена в исследовательский комплекс. Кэрри Те переведена в лабораторию Арклай. Роберт переведен в исследовательский комплекс. Переведенные люди должны быть удалены из отчета. Не очень понимаю, к чему этот список. Ну, может просто тупо, чтобы был. Так, есть травка. И здесь есть возможность сохраниться. Хм. И здесь есть пленочка. Слушай, если есть пленка, во-первых, Ребекка. Давай, мать. Возьми и возьми синий. Но мне кажется, мы синий не сможем вместе составить, да? Я попробую. Нет, давай сделаем, знаешь как. Сначала я сохранюсь. Если не получится лекарство, тогда я, соответственно, загружусь заново. И просто съем зеленую траву. Мы очень удачно прошли пауков. Это прям хорошо. Билли у нас не пострадал. Это замечательно. Теперь давай попробуем смешаем. Угу. Смешало. Но это не считается как... Ага. На внимание. Но немножко уже подлечился тоже хорошо. Я предлагаю здесь ее выбросить. Нам пока здесь она не нужна. Еще две есть. Так, ну переключаемся на Билли тогда и вперед. Здесь ничего больше нет. Ладно. Ага. Так, ты двигаешь? Пламя загадочно мерцает в воздухе. И все, да? И что? Большая вентиляционная шахта. Ребекка сможет достать до нее, встав на плечи Билли. Нет, тогда погоди. Тогда погоди. Блин, здесь нет патронов. Окно закрыто крепкой металлической решеткой. Вы не сможете ее убрать. Да она, она как бы нам нафиг не нужна. Мы с той стороны сможем выйти. Блин, у Ребекки только получается гранатомет. И все. Ну, тогда передадим Ребекке. Хотя вот эти вот, конечно, гранаты нам бы пригодились против тех тараканов чертовых, да? Но пока... Пока туда мы не идем. Там мы знаем, есть читерское место. Которое, возможно, нам спасет. Может быть, там получится встать и ножом их уделать всех. Это какая-то пыточная. Но главное, здесь нет зомбарей. Так, подожди. Тут какой-то будет подвох, я тебе серьезно говорю. Ну-ка давай пройдемся, посмотрим, что тут еще есть. Электрический стул. На нем множество следов от когтей. От когтей? Может быть, имеется в виду от ногтей? Записка. О регуляторе напряжения. После недавнего удара о молнии, вышел из строя регулятор питания. Если бы бойлерно не была подключена к той же сети, никто бы не обратил внимания на падение напряжения. Все оборудование находится в плачевном состоянии, его приходится постоянно чинить. Если вам необходимо срочно выйти, поставьте стрелку индикатора на 70. Только сперва убедитесь, что все подключено в сеть. 70 надо выставить. Допустим. Тут камера есть. Закрыто. Какое-то устройство для пыток. Шипы покрыты старой, высохшей кровью. На дне колодца есть вода. Ага. Понятно. Ну, вариантов больше нет. Панель управления электроснабжением. Похоже, что панель регулирует напряжение в помещении. Управлять панелью? Ну да, у нас каких-то вариантов больше нет. Переключить первый тумблер. Ааа. Подожди. Нам нужно 70. А как понять, как они работают? Ну, допустим, вверх. А я не вижу там какие цифры, понимаешь? Вообще непонятно. А, второй тумблер. А, второй тумблер. По идее, он что-то должен сделать наоборот, да? Ну-ка, если вниз его. Упадет. Третий, допустим, вверх. Четвертый. Вниз. И пятый вверх. Перебор. Так. То есть, я буду щелкать по одному. Надо теперь понять, понимаешь, в чем прикол. Куда они двигаются там. Кто, насколько и куда. Я говорю, там вот эти цифры, они непонятные. Я их нифига не могу понять. Кто, куда, на сколько. Вообще непонятно. Ну, давай пока вверх. Ну, грубо говоря, тридцатка. Тридцать. Тридцать. У нас первый. Допустим, второй тоже наверх. Пятьдесят. Третий, допустим, вниз. То есть, было тридцать, стало пятьдесят. Значит, тридцать-двадцать. Ага. Сорок у нас. Третий, да? Третий, сорок. Т десять. Короче, тридцать, двадцать, сорок, десять. И пятый тоже вверх. Отлично. Как и положено. Какое-то питание заработал. Возможно, там... И? И чего? Ааааааа, вот это уже другой поворот. Зря тратите время. Я уже облюбовал эту территорию для себя, а вы на нее вторглись. И так просто, я ее не отдам. Серьезно? Злая макака? Это просто бессмысленно. Ты в самом деле веришь, что этот чокнутый парень тот, за кого себя выдает? Невозможно. Но все же, если он не врет, Амбреле конец. Если всплывет старый заговор против Маркуса, то карьере Спенсера придет конец. Да и нашей тоже. Так что, время пришло. И что ты собираешься делать? Я просто скажу Амбреле прощай. Созданное Т-вирусом биооружие практически готово. Нам лишь осталось собрать боевые данные. Ты что? Серьезно? Я не брошу свое дело. Исследование Т-вируса закончено. Но мне нужно время для завершения более мощного G-вируса. Делай, что хочешь. А я, как и планировал, заманю отряд Старс в особняк. Их превосходная боевая подготовка сделает из них идеальных испытуемых. Хорошо. Но с тем психом тоже надо что-то сделать. Помнится, мне в подвале этого центра расположена система самоуничтожения. Я найду ее, включу. И от этого места не останется камня на камне. Я не удержусь. Вот это развитие событий. Так, и чего? Обалдеть. И чего я должен делать-то? Мне надо было, блин, все-таки забрать Гранатомет Себе и что я буду делать после этой обезьяны, я не знаю. Наверное, придется перезагружаться, потому что это не вариант. Сдохло? Серьезно? Остался один патрон, ты прикинь? Главное, чтобы никого не было, иначе я не смогу выйти. И главное, в комнате, где сохраняшка, да? Что? Канистра? Патроны? Ой, ё-моё! Я тебя, чувак, не заметил. Да уйди ты в... в попу, слышь! Да иду я, иду. Не ори. Бутылки возьмешь? Да ты, блядь, сволочек! Ой, серьезно? Молодец, растоптал. Красавчик. Только я пострадал очень сильно. Я не думал, что там будет зомбарь. Да ты стреляй! Это в конце-то концов кого-нибудь! Нет, ребята, без вариантов. Это без вариантов. Переигрываем. Короче, попытка номер два. Сейчас у меня еще есть дробаш. Сейчас главное избавиться от обезьяны. Эта собака прям здесь лазит, блин. Давай, били, наготове и вперед. Да ты... тварь! Все, отлично. Перезаряжаться нечем. По состоянию здоровья у нас четыре патрона. Все пока отлично, хорошо. Идем вперед. Там есть, значит, зомбари. Первым делом надо будет взять хотя бы одну коробку с патрончиками. И немножко назад отойти. Потому что эти твари очень кусучие. Первым делом взять обойму. Обойму. Да ё-моё, блин. Да что ты делаешь, камера? Оп. Все, сдох. Так, вроде бы сдох. Значит, берем еще одну обойму. Еще одну обойму. Готов. Да терпи, мать, терпи. Помоги, помоги, блин. Мне тут сейчас как бы не до тебя. Ты знаешь, сколько будет обезьян, блин? Что я буду с ними делать? У меня есть дробовик, и я хочу его использовать. Вот что я хочу. А ты, мать, потерпишь пока. Экипировать. Надеюсь, они от дробовика будут хорошо улетать. Сколько у меня еще патронов в итоге остается? Нисколько. Все, одна обойма. Пробуем, ребят. Пока мы, в принципе, живы-здоровы, это хорошо. На готове, и первая обезьянка пошла, блин. Вот еще на макаках тут опыт ставили. Зараза, пси собачьи. Как им животных-то не сжалко, уроды. Че с собой, мой? Один остался выстрел. Все, 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 закончилось. Экипировать пистолет. Сдохни, псина. Так... А подожди, а что нужно делать? Я что-то не понимаю, что надо делать-то. Не понимаю. Да как тебе помочь-то, мать? Я не понимаю. Че я тебе должен сделать-то? Нихрена не въехал. А че я должен едать? Я реально не понимаю, в чем прикол? Как я должен ее спасти? Аааа! До меня дошло. Скорее всего, там, где через котель надо идти. Других вариантов просто нет Я зря сюда зашел К обезьянам это точно Сюда-то не зря, а вот к обезьянам зря зашел Это надо через первый этаж идти, я помню Главное, я ее вижу А что ты руку-то дать не можешь? Я что-то не понимаю, блин Дал бы ей руку, он от тебя зацепил, с тобой вытащил Ты же здоровый Ты же такой мужлан Ну, а я же сказал Он встанет по-любому Я говорил Я говорил, я предупреждал, что он встанет Так, надеюсь, трав теперь только безопасно Травки потом возьмем Я просто реально думал, что он вытащит ее сверху Ну, а ты зараза Да подожди, блин Помоги, помоги Вот сюда надо использовать дробаш Заново проходим Заново, блин, проходим И туда, в ту комнату, нахер не заходим Я, в общем, на готове Я не стал туда заходить в ту комнату с теми обезьянами, блин Заходим сразу сюда и бьем здесь горилл В принципе, удачно я прошел Все хорошо Начинаем Еще есть Да подожди, мать Помоги Ой-ой-ой Патроны закончились Не вовремя-то как Добей его Сдохни Чертова макака Куда, че, дебили Помоги, куда она залезла вообще Где карта? Не понял Ага Сюда надо Блин, у меня уже там внимание Ну, вроде та комната Других вариантов я больше не вижу Серьезно? Да ты издеваешься, тварь Да перезаряжай Да перезаряжай Еще не все Еще не все Хорошо Я в итоге получается, что не в ту сторону повернул, блин Не надо к паучкам идти Надо было раньше повернуть направо, блин Тогда бы было все отлично Теперь придется заново избавляться от обезьян Но это, в принципе, не так уж и страшно Плохо, чтобы нет коктейля Молотова Так бы, наверное, я их бы Пожигал бы к чертям собачьим Но в итоге нет На, сдохни, псина, блин Сдохни, собака Куда, тварь? Куда, тварь, лезешь? Куда, сволочь? Да куда, Билли, подожди Помоги Сколько я там? Еще один выстрел остался Куда, подожди Стоять Стой, макака Стой Стреляй Да, Блядь, стреляй Толбанную тварь Все Бляха-муха Вроде все Все сдохли Фух Бежим, бежим, бежим Патрончики еще Патрончики, патрончики Цепани Молодец Красавчик Так Ну, наверное, использую Травку сейчас И вот сюда надо было пойти Я не туда пошел Я не туда завернул, блин Я пошел к паукам Надо было сюда пойти Что здесь нас ждет? Тоже обезьяна? А, так там этаж целый был Тогда понятно, почему не смог ее достать Спасибо Не благодари Я держу свое слово Мы ведь действуем сообща Не забыла? Это Ребекка, прием Ребекка, это Энрико Ты определила место нахождения Коэна? Прием Ребекка Ребекка Ответь Нет, сэр Не определила Я продолжу поиск Отбой Ребекка Мое первое задание И я уже нарушила приказ Отличное начало карьеры В органах правопорядка Но это мелочи Ведь жить не осталось недолго, я думаю Билли Мне лишь нужно знать Я хочу знать правду Ты убил 23 человека Я тебя не виню Лишь просто хочу знать правду Это было в прошлом году Наш отряд отправили в Африку Для вмешательства в гражданскую войну Нашей целью было укрытие партизан Расположенное в глубине джунглей Но укрытие оказалось далеко от места высадки Кто-то умер от жары А кто-то был убит врагом В итоге Выжило всего четверо Только Не было там партизан О чем ты? Нас послали по дезинформации кретинов из штаба Но с пустыми руками мы уйти не могли О нет Наш командир приказал атаковать мирную деревню Избавьтесь от них Убейте их всех Сэр, прошу вас Прекратите огонь Заткнись Выполнять Нет Не надо Стойте И эти невинные люди были казнены? Неважно Их уже не вернуть Что было, то прошло И еще Ты ж не винишь меня Да, не виню Но это важно Слушай Мой отряд считает, что тех солдат в фургоне убил ты Но я так не думаю Это были те псы-зомби, так? Они атаковали фургон Но ты сбежал Я права? Ты не поняла У меня было только два выхода Либо доложить морпехам и подписать себе приговор Либо убегать, куда глаза глядят Вот и все И что? Ладно, мать У меня пока вроде инвентарь Хотя нет, что-то еще осталось Что-то еще осталось Но у тебя здоровье пока, мать, не очень Но есть как бы Приятная новость в том, что Есть две синенькие травы А там есть две зелененькие Значит нам надо что? Правильно Взять ленту, мать И сохраниться Ух У тебя что там с инвентарем? Нормально Нормально Значит Возьмем ленту Я наверное сейчас прямо здесь сохранюсь Так, хорошо Надо будет вернуться назад Потому что там у нас тоже еще остались ленты Которую надо будет забрать Мы явно туда уже больше не пойдем А ленту забрать не помешало бы Это дополнительная сохраняшка Это хорошо Подвал, второй этаж Разобрались Ниже спускаться Там у нас пауки Еще две ленты свободные Так, ну и все Я пойду, а ты стоишь здесь Так, туда пока не идем Здесь мы как бы совсем разобрались Мой острый ум способен победить Даже величайшего из рогоносцев Так, где моя карта? Я кстати Встретил по моему раз Когда вот сейчас вот Перепроходил Заметил карту Возле того сохранения Поэтому я ее взял Это уже хорошо Ну а здесь у нас дверь закрыта Шесть душ закованы в цепи смерти Разожги огонь жизни От душ слабых От душ слабых А, это надо будет использовать зажигалку Ага, ага, я понял Скользя в тишине Обиваю я своих жертв И я своим сокрушаю Я Даже могущественных королей Начиная по ходу От слабых Надо идти к сильным Да Я твердо стою на земле Горда рога Свои обнажив Ну вот Получается Ты у нас кто? В воздушном танце Я хватаю свою Безногую добычу Но ты хватаешь У нас получается Змею Змея может убивать королей А кто у нас тут король? Никакой хитрости Не угнаться С самими гибкими конечностями Мой струм Способен победить Даже величайшего Из рогоносцев Ну Из рогоносцев Это олень Допустим Я король Мне ведомо все Ага Ну смотри Получается Никому не вырваться Из моей хватки Змея убивает Вот этого льва Да? Волк убивает оленя Ну как потом их связать? Ну ладно С ним наверное мы потом Будем разбираться С этой загадкой Тут ничего у нас Больше нет Больше ничего нет Сейчас идем лечиться Надо вылечить Ребекку Обязательно И Там потом еще сохранится Так Здесь у нас Здесь у нас ничего нет Замечательно Так Здесь вроде тоже ничего нет Травки здесь две Отлично Я могу взять обе Так И там остался у меня еще Замбарь Я его в этот раз Просто тупо Обижал Может тогда ты здесь Постоишь? А я пока пытаюсь Его грохнуть Главное сейчас Не пострадать самому Нормально Пойдем Я его грохнул Все таки я и говорил Он встанет Вот он и встал Вот он и встал Ну смотри У меня получается Сейчас мало вариантов Потому что Нам только получается Либо сейчас Отгадку отгадывать Да? Со зверями Либо идти там Где пауки Но там где пауки Картинка не из приятных Так Так Билли У тебя инвентарь Уже заполнен Да? У Ребекки Что-то есть Давай переключаться На Ребекку Где-то здесь Надо будет забрать Молодец Забираешь траву синюю Хорошо Ладно Пленку ты можешь забрать? Не может А вот теперь может Замечательно Пока сохраняться Наверное не будем Я сейчас пленку выкину Теперь Заберу у тебя Зеленую травку Смешаю ее Использую Теперь заберу синюю травку Опять поменяю с тобой на зеленую Смешаю И использую В общем у меня сейчас Все живы-здоровы И это хорошо А Ребекку Наверное я оставлю Пока здесь Я сам добегу до этой Я проверю Хорошо Пленки Смогу ли я ее взять? Да Взять я ее смогу Это хорошо Бутылок я вроде там не видел Бутылок я вроде там не видел Я сейчас спокойно Добегаю до туда Там-то мы вроде все посмотрели Больше там ничего интересного нет Нас там больше ничего не интересует Только пленку Я забираю пленку И все Допустим Вроде как бы все я уже пособирал И здесь ничего больше нет Нет Вот здесь была карта Я ее тут забрал В общем все Выходим обратно Тогда Остается у нас два варианта Решаем загадку с животными Либо Суемся в подвал к паукам Решать загадку Мне больше нравится Чем идти к паукам Поэтому пока Пока будем думать Кому лучше сунутся Я думаю Сначала лучше загадку решить В принципе сохранение у нас пока хорошо Семь по-моему штук сейчас должно быть Да Восемь Восемь Но я сейчас сохранюсь заново Чтобы мне заново все это дело не собирать Не подбирать Вот А продолжим Тогда уже в следующей серии Так что на сегодня все Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите комментарии Вступайте в группу ВКонтакте Все ссылочки под видео С вами был Зарабабай Спасибо за просмотр Увидимся в следующих прохождениях Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok